Вот такое вот у нас утреннее веселье. Да, Боня? Как хорошо знает свое имя. Я, кстати, хотела собаку назвать Герда. Мы сейчас смотрим, но Боня, она и есть Боня. И не устают же. Кстати, спит она вот здесь, возле меня, на мишке. Ее очень нравится, и вот на этом покрывалке. И очень она полюбила этот ковер. Постоянно его сама вот так загибает. Вот эту белую этикетку грызет и копает. Сделает себе такую трубочку из ковра и копает там потом внутри тоннель. А вот так Боня здоровается. Только Руслана она любит целовать прямо в губы. Сегодня утром снова захотела из сырников. Делаю еще сырники по такому же рецепту. Вот с такого творога. Он как творожная масса. Тоже две пачки. Два яйца, манка, сахар. И тоже очень вкусно получается. Например, Алисе даже вот этот вариант больше понравился. Где не кусочки творога внутри чувствуются. А Руслан, например, сказал, что ему тот вариант больше понравился. Еще ставлю, забыла прошу раз показать, водичку, в которой смачиваю руки, когда леплю сырники, чтобы масса не прилипала к рукам. Вот такой вот получается. Ну, уже не буду, наверное, процесс показывать, потому что в прошлых влогах показывала вам. Из двух пачек получилось вот такое количество. Вкусно, так, красота. Сейчас будем завтракать. И хотела показать, как я себе делаю пенку. Немножко кофе и сахара. Кстати, кофе очень вкусное. Вот это уже показывала вам Голд Бористо. Немножечко кипятка. Катик! Можно даже еще меньше. И у нас есть вот такая взбивалка. Это одно из лучших приобретений фикс-прайс. На батарейке работает. И вот мы взбиваем. А если вы добавите мало воды, то пенка еще сильнее и быстрее начинает взбиваться. Молочко? Молока наливаю. И получилось. Готово. Всем приятного аппетита. Хотела вам показать сирень, который у меня мой любимый муж. Принес. Она немножко подвяла. Но такая крупная была. Первый раз в такое крупное видео. Не забывай от моей любимой, что это одни из моих любимых цветов. Очень сильно пахнет. Такой немножко горековатый аромат у нее. Обожаю сирень, девочки. Девочки, ну что. Мы вам сейчас расскажем, как у нас дела обстоят. Что изменилось в нашей семье с появлением собаки. Она уже, ну, еще чуть-чуть и месяц уже, как у нас. Скоро ей 10-го, по-моему, числа будет 5 месяцев уже. У нее поменялись зубки. Вот то, что я смотрела в ротик. Или у нее там такие новенькие зубки, короче, растут. За месяц могу сказать точно, девчонки. Да, собака это очень весело. Это очень мило. Это не человечек, а живое существо, которое тебя любит. Всех любит. Скучает, в общем, переживает. Но это также очень много забот и хлопот в плане проживания ее в квартире. Девчонки. Сыт, срет. Везде. То есть она может ходить и в туалет, ну, как бы все, как положено. Может рядом носать периодами. Может вообще носать, где ей приспичит. И, как я прочитала, у таких маленьких собачек они еще не умеют терпеть. Да, вот пока они не приучатся на улице ходить. Они, короче, не могут долго терпеть или вообще терпеть. И у них еще от переизбытка чувств вообще там все расслабляется. Потому что у нас, я не помню, говорила в прошлом видео или нет, мы когда вся семья ушла, мы когда вернулись, она так радовалась, так радовалась, что обоскалась. И был недавно момент, после которого мы ее не стали пускать на кровати, на диваны. Хотя она и не просит. Ну, как бы это хорошо, что она не просит, не скулит. Она вообще не скулит, кстати. Так вот, я ее взяла на кровать, и мы с ней игрались. И она во время игры, то есть она не искала места, она просто во время игры просто насала мне на ногу и на кровать. И хорошо у нас был чехол, но почему-то чехол до конца не задержал и немножко пропиталась. Короче, муж у меня эти дни, мы с ним постоянно конфликтовали. Ну, как, ворчали друг на друга, потому что он мне уже говорил, продай эту собаку, короче, убери ее, отдай ее. Короче, она тупая, она глупая, она до нее не доходит. Но я много разных видео посмотрела, в общем, я поняла, что вот их проблема не в том, что они глупые, они тупые, они там специально делают. Потому что они вот на радостях, вот она игралась, игралась, короче, она вот в такой степени доигралась, что ссыкнула. И то же самое вот вчера, она бегала, бегала, бегала здесь и ссыкнула на ковер, пришлось ковры полностью все убрать. Так что вот такой момент. Потом она грызла все углы плинтусов. Мы, ну, как бы ругали, потом я побрызгала духами на все углы и все, ее как отрезало, она больше к ним даже близко не подходила. В общем, если надумаете завести собачку, взвесьте все за и против. Конечно же, собака это море эмоций положительных, но будьте готовы к трудностям тоже, девочки. В прошлом влоге я показывала уже новый корм, он стоил тысячу, по-моему, 600 рублей. Потому что все комментарии были только о том, что ужасный корм педигрик, Карина ни в коем случае не корми. А то, что я в том влоге показала уже новый корм, который хороший, который не вызывает аллергии, это никто как-то проигнорил. Я не знаю, не досмотрели, либо пропустили ни моего ушей. Короче, все комментарии о том, какой педигрик. И я говорю об этом влоге, что да, мне сказал знающий человек, что педигрик нельзя давать, и все равно все комментарии об этом. Ну ладно, как бы это бывают такие моменты на ютубе. Что хочу еще сказать, я нашла очень крутой канал, ну он достаточно раскрученный, популярный, там 700 тысяч чем-то подписчиков. Девочки, я до утра смотрела. Мужчина, профессионал, он приходит к людям в семье, где у людей есть какая-то проблема с животными. Например, им что-то не нравится, что собака постоянно кидается, кто бы не пришел домой. Либо кидается на всех собак на улице, либо кидается на людей, которые подходят к вам на улице, здороваются и домой приходят. Либо грызет вторую собаку, которая находится в семье. Либо кошек шугает, либо клянчит постоянно еду. Короче, вот какие-то проблемы, которые не нравятся хозяевам, какие-то моменты. И вот он приходит и показывает хозяевам, как нужно себя вести и в большей степени перевоспитывает даже не собаку, а хозяев. То есть 90% это хозяева себя неправильно ведут. Так интересно, девчонки. Я оставлю ссылку на этот канал. И вы знаете, мне очень не нравилось в Боне. Ну как не нравилось? Мне это не устраивало. Несколько моментов. Первый момент, это как только спускаешься с кровати и идешь вот с утра и на протяжении всего дня, она постоянно хватала за ноги. То есть она воспринимала ноги как игру, как игрушку и начинала кусать постоянно. Вот ты идешь и на протяжении всего этого постоянно кусает за ноги. Во-первых, это больновато, потому что зубки остренькие, маленькие. Все, пошла к себе. Ну иди, иди. А во-вторых, она такая маленькая, шустрая, и уже Алиса один раз очень сильно упала, потому что она вот под ноги постоянно лезет. И боишься наступить лишний раз, и меня это как бы не устраивало. И второй момент, она постоянно за мной ходила вплоть до того, что в туалет. То есть только я открываю дверь туалета, она уже скакивает в свое место, бежит туда, и я, например, чищу зубы, она уже вот сзади, прямо вот к моим ногам лежит. И тоже постоянно переживаю, что забудешь, потому что невозможно помнить об этом постоянно. Да, я уже несколько раз чуть не наступала на эту собаку. В общем, я стала по его советам себя вести по-другому. И мне хватило, вот девочки, вчера, я просто в шоке была, честно. Мне хватило вчера 10 минут для того, чтобы отучить ее за мной ходить хотя бы в ванну. И теперь я открываю дверь, когда в ванну, она ложится рядом, вот так вот, где-то в полтора метрах от ванны, и как бы ждет. Вот, иногда она забывалась и пыталась опять зайти, я как бы так, типа, ты здесь, я там, все, это дистанция. И она как бы все не сопротивлялась, она не была ничего, все нормально. И вот момент с ногами, то же самое. Сейчас она может немножко забыться, начать опять кусаться, я ее, ну, пресекаю, что нет, как бы все, не трогаешь меня. И еще был такой момент, до того, как я нашла канал этого человека, я забыла, как его зовут, ну, Армянин, и, ну, сложное для меня имя с фамилией. Так вот, Алиса, когда Бонни играла с ней, она ее немножко прикусила, и Алиса плакала, и после этого она стала ее немножко бояться. И я стала замечать, что вот вы видели в прошлом влоге, как вот собака, вот знаете, на лицо, вот прям вот так вот когтями там облизывает. У нее такие игры, как бы за волосы покусать. И вроде бы это сначала весело было, а потом Алисе, вот она прикусила руку, и Алиса ее стала вот так отодвигать. То есть она ее не толкала, она ее не била, она на нее не кричала, она просто ее вот так вот постоянно отодвигала. И все, собака перестала на нее прыгать, вот именно на лицо, вот так вот, да, дочь? Она же не прыгает сейчас на тебя. На ноги она еще может ее вот кусать, а на мои ноги она уже не прыгает. На мужа она прыгает постоянно, то, что он ее не пресекает. короче девчонки я убедилась в том что собаки очень очень умный и если правильно выстраивать взаимоотношения с ними то все получается такие интересные девчонки посмотрите обязательно там люди все пишут что спасибо большое там я не знал что делать со своей собакой уже короче думал о том какому-нибудь ее отдать пристроить короче думал что безнадежный случай все пару раз сделал как вы сказали и все нормально то есть чаще всего да просто неправильно себя ведут хозяева вот кстати у нее текли глазки я показывала да в прошлом влоге сейчас у нее практически они не текут во первых у нее зубы поменялись во вторых корм сменили так что вот так вот проходит наша жизнь собакой сейчас мы наверное пойдем за посылочкой потому что давно ко мне приехал ароматик новые и прогуляемся заодно пустите собой вдруг там солнце будет светить девочки посмотрите как мы и алисе идут эти очки идут просто для нее созданы очень красиво дочь я тебе наверно подарю будешь носить да они тебе очень идут они мне немножко маловаты а вот тебе идеально подходят какая красивая алиса идешь на пляж ходить до дочь с очками очень красиво а еще что у тебя покажи там смотрите какая у нее конфетка тут висит скажи конфетку дай покажу вот какая конфетка да со стразиками на красота очень красиво то теперь идет зашла в аптеку девочки купила детям кусалочки рыбий жир две пачки руслану и алисе дальше моники купила от блох ошейник вот для щенков и котят мультитапсы купила 510 рублей уже и что хочу сказать аскорбинки драже знаете сколько сейчас уже стоит 90 рублей они были по 25 по 30 рублей максимум 90 рублей то ужас я так сначала дайте пять штук это девушка горит они по 90 рублей и такая одну и алисочки взяла вот такой вот крем афлокрем девочки кто нас смотрит с рождения знаете что алиса топический дерматит посмотрите да какая бывает сухая кожа если пару дней не помазать и недавно она также объелась помидор поэтому нее некоторые высыпания на ножках на ручках очень сильно спрашивали вы нас по поводу того стало ли легче да уже четыре года ребенку да на многие продукты уже не сыплет но есть вот что допустим помидор съест и все может за один вечер все обсыпать кожа настолько сухая что время топительного сезона приходится мазать постоянно кремами по несколько слоев вода очень сильно жесткая хлорированная долго сидеть в ванне невозможно поэтому вот такие ванны мы принимаем раз в неделю не чаще если постоянно не увлажнять кожу то ребенок начинает сильно расчесывать себя потому что кожа сухая и чешется все эти годы мы использовали одно средство про который я вам уже неоднократно рассказывала но сегодня я хочу попробовать новый продукт это афлокрем я думаю будьте честным если я сниму как выглядит кожа дочки спустя дня три использования этого крема но пока наношу я вам зачитаю что это за средства и какие у него преимущества афлокрем это специальный гипоаллергенный крем для ухода за чувствительной детской кожи склонной к аллергии и частым раздражением этот крем производится фармацевтической компании его составе нет никаких дополнительных компонентов которые могут вызвать аллергию ни парабинов ни регидрантов это средства химически притягивающих воду глицерин мочевина ни одушек ни консервантов никаких растительных экстрактов составе только компоненты необходимые для увлажнения кожи и все афлокрем является абсолютно безопасным для младенцев и разрешен для применения с рождения он имеет легкую но плотную текстуру до наносится небольшое количество поэтому должно хватить надолго обладает защитными барьерными свойствами которые необходимы для сухой кожи сбалансированный ph и не закупоривает поры могу сказать что нет ощущения жирной пленки например наше молочко которое мы использовали она имеет такое немножечко липковатое ощущение еще на коже долго держится здесь уже вот как будто кожа абсолютно сухая и никакой липкости пленки ничего нет сухой патриот неоднократно меня девочки спрашивали про посудомойку довольна ли ей это бюджетная посудомойка она не встраиваем эту свечению обычная дверка покупали мы ее наверное тысячи 17 да по моему 60 сантиметров она очень вместительная на очень глубокая здесь тоже помещается и салатницы и какие-то формы для выпекания короче много тоже себя помещаются и маленькие кастрюльки вместимость очень хорошая по поводу режимов режимов здесь мало в принципе и мне вот этого и недостаточно нет какого-то супер мощного режима который бы все сразу же отмыл все самое зажаренное трудно выводимая чтобы он все вот так отмыл не получается то есть в основном самый мощный режим это вот 65 градусов с замачиванием и супер 50 вот я использую остальные режимы это в принципе одно и то же еще здесь можно одну корзину как бы верхнюю или нижнюю только мыть принципе и на этом все да поэтому вот бывает что если что-то вот прям сильно там зажаристая какая-то форма для запекания или сковорода где там тоже все подогревалась 10 раз то не справляется там какие-то остатки остаются на боках и приходится по второму кругу запускать но либо оставлять ее до следующей мойки и с другой посуды ставить и это на режиме замачивания если же посуда не особо грязная я вообще могу без таблетки ставить и она прекрасно все отмывает в принципе она нормально отмывает за свою цену она прекрасная посудомойка я считаю вот марка какая-то до вестель мы ее по моему вальдорадо заказывали но вот девчонки имейте ввиду шумная но не шумнее чем другие посудомойки я очень довольна что у нас посудомойка на лоджии закрыл дверь и она не мешает абсолютно можно смотреть телевизор спокойно потому что у нас телевизор на кухне еще очень хорошим решением было покрасить стену моющейся краской дюлокс вот посмотрите да потому что у меня сын загружает посуду и он загружает ну как настоящий мужчина не особо париться и бывает что несет посуду с нее капает короче здесь у капает но короче посуда на нем загрузка по крайней мере посуда и выгрузка посуды и вот моющаяся краска дюлок все любые потеки любую грязь мокрой тряпочкой 1 и все не уже приготовилась вам отчет предоставить видите практически пустое думаю сегодня перед сном мы еще дамажим 50 грамм здесь поэтому имейте ввиду что если вы прям серьезные проблемы нужно мазать все тело то конечно это маловатый объеме не знаю если у марки какие-то большие типа молочко было бы здорово узнали мы с алисой еще один интересный факт про афлокрем а есть у него кажется фасовка 100 грамм то есть в два раза больше продукта и еще мне посоветовали его наносить на влажную кожу таким образом крем превращается в лосьон такое некое подобие молочка и тогда будет расход гораздо меньше намочу ручку чтобы сымитировать душ таким образом вот одного нажатия мне хватит посмотрите как она сразу хорошо распределяется я считаю что это выход из ситуации потому что так очень дорого получается а тут тогда и 100 граммов хватит надолго вот одно нажатие и уже полностью я распределила увлажнила кожу этим кремом на своем лице я его тоже проверил он как ночной вполне подойдет днем все-таки мне рискнула так как крем все таки плотный и если тем более макияж нужно следом нанести то наверное нет но если на ночь что отлично он не оставляет все равно вот это вот кого-то жирной липкой пленки девочки если вы в уходе используете такого рода кремы напишите мне как вам потому что прошлый раз когда к нам приходили гости одна моя приятельница сказала что она вообще использует оказывается вот такие крема которые для детей аллергиков в основном сделаны сейчас алисины ножки покажу вам особенно хочу обратить внимание на пальчики потому что у нее вот здесь прям пальцы были белый белый от сухой кожи сейчас этого ничего нет в общем приближу посмотрите здесь остатки аллергии вот эти вот почесы синяки но такой сухой кожи как я показывала в начале влога нет ну конечно синяки потому что бегает падает царапины здесь вот остатки аллергии хочу вам также показать помады которые чаще всего собирают вопросы под видео что на губах очень эффектно смотрятся и в жизни на фотографии и видео вот в последнем видео где рассказывала про сладкие свежие ягодные ароматы и про вишневые ароматы и это снимал все в один день у меня там вот такой бюджетный лаковый блеск от essence не знаю продается он не продается у меня эти все продукты они достаточно старые то есть свежих наверное только вот это помада варианта что если вот эта серия блесков очень крутая они стойкие то есть начале их когда наносишь нужно немножко подождать чтобы они схватились и тогда они не вытекают не отпечатываются на зубах и держится достаточно долго у меня это оттенок номер четыре есть у меня еще такой сливовый красивый тоже лаковый из этой серии и нежно-розовый два самых любимых варианта самых комплиментарных реально очень часто спрашивают про эту помаду и про блеск когда появляюсь либо на фото либо видео это вот такой тоже девочки бюджетный и по качеству крутой от art визаж блеск у меня единственно он упал и поломалась у него вот крышечка видите как тресного но блеск очень классный я долго искала такой оттенок оттенок вот 202 это такое крем-брюле с золотистым шиммером эффект увеличению губ дает не липкий приятный он конечно уже не так схватывается как essence его нужно обновлять но он классный девчонки если увидите 202 оттенок берите не задумываясь мне кажется он любому человеку подойдет это такой универсальный цвет и не в холодный и не в теплый как-то вот средняя у него то нам это сифара матовая серия оттенок номер семь называется love love такой вот картонной упаковочке иногда ей даже скульптурирование делаю то есть как такой кремовый скульптор использую опять же она очень такого правильного нейтрального оттенка и не в холод и не в тепло уходит она немножко капризная то есть если ее наносить вот ну как обычно да вот так вот водить по губам то она подчеркивает вот эти вот линии на губах и старит губы поэтому я ее похлопывающими движениями наношу но она очень круто смотрится я наверно поставляю фотографии чтобы вы понимали приблизительно как это должно выглядеть когда у меня видео красные губы то чаще всего это faberlic вот эта помада я ее просто обожаю не знаю есть она не сейчас или нет у нее такой тоже жирный глянцевый какой-то эффект на губах она очень плотная с ней нужно аккуратненько потому что она отпечатывается на зубах то есть нужно ее немножко пропитывать но она конечно очень эффектно смотрится на губах очень так знаете прям секси такие губы сочные красивые и вот в таком вот она тихо и очень мне нравилось faberlic вот это вот серия тоже давным-давно сотрудничал с faberlic пока у них была адекватная политика потом у них политика сменилась что они хотели чтобы их товары только нахваливали и малейшее какое-то недовольство в плане товара они воспринимали как знаете то что вы подрываете их авторитет и начинали говорить что теперь мы должны снять видео хвалебное чтобы реабилитироваться в глазах компании ну в общем отойдем от этой темы вот эти вот помады мне очень нравится значит первое это 4583 здесь более сливовый оттенок к сожалению камера может их показать как одинаковыми наверно но этот более сливовый тоже у них такая плотная кремовая текстура немножечко с таким глянцем когда наносишь вот плотно идеально ровненько то получается такой немножко сочный глянцевый эффект но вот видео где на мне такая винтажная была расписная блузка на мне вот эта помада красное дерево я помню в каталоге она называлась 4585 вот эта помада вообще моя самая любимая то есть здесь более сливовый холодный оттенок а вот здесь такое красивое красное дерево и последняя моя любимая помада который тоже собирает комплименты я уже неоднократно ее вам показывала а подглядела я ее у какого-то блогера такого малоизвестного как бы просто человек купил поделился очень красиво действительно мне понравилось как это смотрелось на губах вот это вот серия и у них есть один оттенок светлый личи пламп называется а другой у них то есть вот такой вот белый есть и есть синий у меня есть и синий и белый синий дает такой неоновый перелив на губах холодный а этот такой знаете хамелеонистый как будто хайлайтер очень красиво смотрится кстати с эффектом увеличения губ потому что имеет такой холодок сразу ментоловый в общем вот это вот помада это то что я буду постоянно покупать она вообще моя самая любимая на кстати увлажняет губы хорошо и если есть какие-то даже немножечко сухости и корочки она это все снимает через время классная помада девчонки присмотритесь ну цена конечно на лореаль сейчас далеко не бюджетная но по моему стоит предел 600 рублей но может быть где-то на волдыри си не знаю на моде может быть или на каких-то других сайтах можно найти по более приятным ценам либо ждать скидки а вот это все самые девочки комплиментарные помады вот практически никогда не остаются они без внимания а если у вас есть какие-нибудь вот прям ваши самые такие вот любимые которые всегда собирают комплименты напишите с удовольствием присмотрюсь и к вашим фаворитам забыла показать еще вот этот вот и вам по вариант когда она мне более таки бордовые винные губы матовые то это чаще всего слик серия матовая оттенок этот называется вина тинту какой-то в общем эти помады они жутко сушат губы стягивают поэтому я использую только для фото и только для видео либо к ним нужно приноровиться то сделать какую-то подложку виде может быть какого-то увлажняющего супер средства который хорошо работает на губах ну в общем это больше такой у меня рабочий вариант когда вот просто для того чтобы снять видео и сделать красивые фото и еще вот эти вот никс то же самое а два оттенка они похожи тоже нравится очень как смотрится со стороны но в жизни я их например куда-то пойти погулять в гости на какое-то мероприятие я их не ношу потому что они через время сушат губы стягивают вот поэтому для жизни больше мне нравится вот эти вот фаберлик либо у меня есть миниатюрки tom ford armani lancome они конечно очень крутого качества просто у меня есть такой пунктик я не покупаю люксовые помады потому что мне кажется это очень дорого ну запомандовать я очень духи куплю себе поэтому вот такая вот история сделала я кексик смотрите какой красивый пахнет офигенной апельсином почему я сделала два кекса ну сделала бы один кекс купили бы чай все успокоились нет я сделала два кекса в общем дома остается только что есть потому что а что еще делать кушать смотреть что-то играть лежать спать напишите как у вас этим обстоят дела поправляетесь не поправляетесь или вы из везучих наверное буду подводить своего концу уже немножко час поработали с мужем и скорее всего буду снимать видео уже про летние ароматы выставила здесь флакончики чтобы ничего не забыть да и наверное будем с вами прощаться увидимся в следующих влогах пока пока